Население Донбасса все больше и больше всего доверяет президенту Украины Петру Порошенко. За время боевых действий на Донбассе, к сожалению, проходят эти боевые действия и дальше все меньше дончан и луганчан стали доверять некогда их кумиру, гражданину Владимиру Путину, который сегодня является президентом Российской Федерации. Такие данные в ходе социологического опроса получил Киевский Международный Институт Социологии. Я довольно скептически никогда этого не скрывал, отношусь к данным социологии, тем не менее КМИС, так сокращенно именуется этот институт, Киевский Международный Институт Социологии, он, как правило, с большой вероятностью и точностью предсказывает те или иные события в плане рейтинга и доверия к политикам. Ну и на выборах они проводят праймерис и, как правило, ошибки довольно-таки небольшие, они говорят о том, кто же станет, например, одесским городским головой или президентом Украины. Так было и на выборах 25 мая, кстати. Итак, официальная ссылка на Киевский Международный Институт Социологии КМИС. Это исследование было проведено в период с 23 по 29 июня, а сейчас первая неделя июля была довольно-таки насыщенной, я думаю, что цифры, конечно же, поменяются, но тенденции вот такие, на мой взгляд, все-таки сохранятся. Программа подробностей заказала это исследование телеканал Интер. Итак, сообщение КМИСа. Рейтинг доверия Петра Порошенко на Донбассе выше, чем у всех самопровозглашенных лидеров так называемых народных республик. Полностью или частично ему доверяют 36,7% населения Донбасса. При этом президенту Российской Федерации выразило недоверие почти 40% жителей Донецкой и Луганской областей, 39,6%. Результаты этого опроса показывают, что руководству ДНР и ЛНР все еще доверяют. Большая-таки цифра, вот по Донецку более 30%, по Луганску 26%, соответственно. Хотя Донецкому губернатору Сергею Тарути доверяет 28%. Некому Стрелко, есть такой гражданин Гиркин, 25%. Ну, возможно, те люди, которые воюют в его подразделениях и высказали ему доверие. Лидер украинского выбора Виктор Медведчук, который пока отошел в политическую тень, ему доверяют около 15%. Дончан, 14,8%. Ну, с правительством тут, если быть уже объективным, конечно, все сложнее. К президенту доверие есть, к правительству большого доверия пока нет. Премьер-министру Осению Яценнику доверяют около 30% жителей, не доверяют, правда, почти 60%. Ну, давайте делать скидку, хотя, кай, тут скидка на то, что жители Донецка и Луганской областей уже несколько лет находятся в таком, знаете, отрыве от Украины в плане информационном прежде всего. Ну, и горько это осознавать, тем не менее, сегодня это является фактом. Прежде чем добрый вечер, мы начинаем свою работу, очередная новая неделя. И вчера уже в социальных сетях пожелал Одесситам, не только Одесситам, многим своим коллегам и знакомым, вообще всем жителям Украины, не только хорошей, спокойной прежде всего ночи. А вот к Одесситам обратился еще с такими словами, что давайте сами себе завидовать, потому что мы родились в этом городе, и Одесситам может стать не каждый. А вернее, как бы так сформулировать, что Одесситам нельзя стать только по рождению. Одесситам надо быть в душе и духовно быть связанным с нашим любимым городом. Я надеюсь, что большинство наших телезрителей, да что большинство, наверное, все вы любите город и его цените. И я горжусь тем, что спокойно и мирно сегодня на улицах Одессы. Я надеюсь, так и продлится. Хотя много там нам чего обещают, но тем не менее, все будет хорошо. И у нас появляется наш гость, я думаю, что этот эфир я уже проведу сам. Попрошу нашу техническую службу подключить ему микрофон, а пока продолжим общаться. Вот что касается войны, Борис Херсонский, известный одесский поэт, сообщает, мне написал еще несколько месяцев назад вот такие строчки, которые сегодня являются, ну если не пророческими, то не звучат так, как они звучат. Вот так скажу. Давайте послушаем. Брат привел войну в наш искалеченный дом. Война эта девочка с банком ходит с трудом. Брат говорит, пусть у вас поживет, а мы погуляем, пойдем. Она у нас еще маленькая, не могнуть же ей под дождем. Брат ушел, а война осталась. И вправду она мала, хотела помочь в хозяйстве, в кухне пол подмела, сама какая-то странная, шарится по углам, из бабушкиных сундуков тащит мне нужный хлам. А ночью не спит, и нам не уснуть вместе с ней, а днем все молчит, и не было здесь печальные дней. Выбиты в окнах стекла, выслужено жилье, и брат все никак не придет, чтоб увезти ее. И вы знаете, таким вот пошлым и циничным на этом фоне, на фоне этих строк, которые разрывают душу, не скрою, лично у меня, по крайней мере, звучит заявление, которое сделал накануне в Донецке. Геркин, он же стрелок, он же там министр обороны чего-то, он сказал, что превратит Донецк во второй Сталинград. Вот такое истинное отношение боевиков к мирным жителям. Вот так. Украинская армия потихонечку освобождает населенные пункты Славинск, Краматорск, Константиновка. Об этом мы скажем чуть позже. Украина понесла большую потерю не только люди православные, но и все, кто верит в Бога. Митрополит Владимир, Киевский всеаруси, Украинская православная церковь, Московского патриархата, ушел из этой жизни. Давайте посмотрим, как накануне с митрополитом прощалась Украина. И в этой студии я представлю нашего гостя. Я думаю, что есть много записей его жизни, его выступов, его промовы, его проповедей. И поэтому это все будет великим скарбом, который мы можем осягнуть. Я его очень любила, уважала. И люблю до сих пор. И надеюсь, что наша память останется в наших сердцах. Потому что он любил людей. Он любил свою страну. Он о ней заботился. Наш представитель от нас пошел на небеса, до престолу Божого. И там будет молиться за нас. То, что он делал тут, это свое життя. А скорбота, это другая сторона этого вопроса, заключается в том, что мы разлучились с ним. Можно сказать, что я веру маю греб католическую, но такую человеку, как был патріарх Володимир, не можно не вшанувати. И это просто, я думаю, как просто мне попало быть здесь и не пройти, это, верьте, было бы мне на сумлении. У нас Бог один, и вера одна, и нет ничего разницы. И земля ему пухом, и царство небесное. Вот так живет Украина. Вот такие события происходят вокруг нас. Интерактивный опрос. Сегодня традиционный интерактив. Мы представляем вашему вниманию, поддерживаете ли вы вступление Украины в НАТО? Наверное, не надо объяснять, почему именно этот вопрос сегодня сформулирован. И давайте попытаемся на него ответить честно, так, как каждый из вас сегодня думает. Вот думаете, что да, необходимо вступление в НАТО? Голосуйте. Нет. Ну, соответственно, это ваша позиция. Телефоны видите на своих экранах. Если вы поддерживаете вступление нашей страны в Североатлантический альянс, телефон 093-710-75-88. Ну, соответственно, нет. Тоже на своих экранах телефон уже вам знаком. 093-403-00-52. Я напоминаю, обратите внимание, что только смс-сообщение принимается на телефоны, которые, я всегда это показываю, вот они находятся в этой студии. Два телефона. Да, и, соответственно, нет. И потом будем подводить итоги интерактива. Итак, тема того, что происходит сегодня на Евромайдане, вернее, вокруг, внутри, даже больше, внутри Одесского Евромайдана, она вот стала одной из топовых тем последних недель в нашем городе. Вполне вероятно, как говорит часть экспертов, эти события волнуют только тех, кто принимал активное участие в тех событиях, и продолжает в них участвовать. Тем не менее, Андрей Киреев, активист Евромайдана, давно собирался на эфир, собирался, ну, на мой взгляд, очень долго, сложно, тем не менее, все-таки в студию пришел и выскажет свою точку зрения на те события, которые внутри Евромайдана и происходят. Андрей, добрый вечер. Добрый вечер. Евромайдан зря стоял, когда к власти пришли вроде бы, а раз и рассорились. Еще раз добрый вечер. Добрый вечер. Ну, Евромайдан зря не стоял по-любому. То есть, кое-чего достигли все-таки, Януковича убрали. То есть, изменения в стране все-таки происходят. Вы можете увидеть, что постоянно меняются одни люди на других, то есть, назначения меняются. То есть, все у них быстро произойдет, все сразу не произойдет. Просто часть людей, как мне кажется, сверли Януковича, если так кратко, сверли Януковича и бросили. Думают, что дальше пойдет все своим путем. Привык наш народ иметь начальника, то есть, царя, который за них все сделает. То есть, ищет доброго царя. На самом деле, надо строить гражданское общество и самим принимать участие в этом. То есть, мало того, что мы сделали революцию, надо, чтобы мы получили какие-то плоды. Чтобы получили плоды, надо участвовать. То есть, только наше участие может что-то изменить. Если мы ничего не будем делать, все останется, как было, может быть, даже хуже будет, если мы ничего не сделаем. То есть, если мы не будем... Андрей, наши телезрители, конечно, ну, наверное, прежде всего, благодаря нашему телеканалу, нашему коллективу, он не в курсе всех событий, ну, скажем так, публичных и не только публичных событий, которые связаны с... Не хочу употреблять слово «раскол», да, но с некими такими, пока еще, наверное, недоразумениями среди участников Одесского Евромайдана. Но дошло уже до того, что все, кто за или против, ну, в частности, речь шла ради громадской безпеки, Руслан Форостяк, Марк Гордиенко, активисты, которых здесь в этой студии мы принимали, их знаем. Есть какие-то... Ну, дошло до того, давайте откровенно говорить, что не только в социальной сети это все вылилось, да? Кто-то кого-то обвиняет в каких-то хищениях средств, бронежилетов, касок, всего остального, хотя вот сегодня на Востоке они очень нужны, эти армейские штуки. Чем вы недовольны? Вам не досталось какое-то хлебное место? Или вы хотели от Евромайдана Одесского получить что-то больше? Слушай, нельзя сказать, что я чем-то недоволен. Просто, ну, если вы заговорили о ради громадской беспеки, ну, что я могу сказать? Как-то мы пришли туда после взрыва, то, что произошел взрыв, то, что кинули гранату на блокпосту, вы, наверное, знаете, да? Меня лично, мы пришли туда, ну, спросить, почему люди спали на земле, хотя в сети пишут в фейсбуке, что у них все есть. Давайте так, это блокпост, который находился в районе седьмого километра. Да. Абсолютно верно, да? Да, то есть мы приехали туда, ну, как про инспекцию, просто приехали посмотреть, как живут люди. То есть мы взяли с собой человека, который там спал на земле, грубо говоря. Люди ели то, что принесут местные жители. То есть в интернете писалось на фейсбуке, что им горячим обедом два раза в день кормят. То есть, может быть, не на всех постах так, но на тех блокпостах, в которых мы были. Андрей, давайте так, потому что я тоже был на блокпостах, и могу что-то подтвердить, может, что-то опровергнуть, но, опять же, не каждый день, соответственно, было. Речь идет о каких постах, и когда, в тот момент, кого вы представляли? В тот момент мы представляли просто активистов Майдана. Мы приехали, приехали в Раду громадской беспеки, попросили, чтобы нам рассказали, почему так происходит, почему вот деньги вроде собирают весь город, и я всем говорю, что давайте деньги, потому что на благое дело. Попросили просто, чтобы нам показали отчет. До этого в сети промелькнул отчет, в котором были очень интересные, ну, не то, что интересные, цифры, которые, ну, нас, как бы, озаботили, мы не могли понять, как можно за интернет за неделю потратить 4600, из-за средств связи, то есть 4600 гривен, или за офис, там, 22 тысячи гривен. Люди несут не на офис, не на интернет, они несут конкретную помощь, чтобы оказывалось людям помощь, чтобы покупались там бронежилеты, там, еда и все остальное. Но организационные расходы, как бы, это уже тут другое немножко. То есть мы пришли и спросили, взяли несколько человек активных, активистов Северо-Майдана, пятером буквально приехали, договорились, что будем разговаривать, просто спросим. Мы не то, что не увидели отчета, у нас сбежали все, кто там был, нам сказали, что мы, кто вы такие, то есть, ну, нам не показали ничего. То есть у нас есть видео... В какой период времени, если с хронологией? Это было 26 апреля, 24, по-моему, взрыв произошел, или 25, то есть это буквально был на день или на следующий день. Просто там еще, получается, как? Мы пришли просто спросить, кто вы такие? Ну, что ты нас не знаешь, кто мы такие? Это было смешно, конечно. То есть вот так вот, в принципе. Андрей, тогда сразу встречный вопрос. Я хочу, чтобы наши телезрители понимали не только хронологию, да, но и те мотивы, которые привели, в частности, вас в эту студию. Сегодня, 7 июля, кстати, всех с праздником Ивана Купала, Ивана Претечи, если по христианскому календарю, время прошло уже с апреля. Я помню, вы видео выкладывали в соцсетях. Конечно же, видел, видел. И вот прошло время, ну, фактически два месяца, ну, полтора, больше двух месяцев, уже больше двух месяцев, два с половиной. Почему только сейчас решили это озвучить в прямом эфире? И вот теперь отношение уже с точки зрения июля к тем апрельским моментам, о которых вы говорите. И вообще дальше, кроме разговоров, что-то как-то сдвинулось с мертвой точки. Что вы хотите сегодня тем людям, которым обращались, сказать? Я не могу сказать, что люди с радой громадской беспеки ничего не делают. Они очень сделали. Действительно, они сделали очень много. И до сих пор делают. То есть они вот помогают, действительно помогают. Просто тогда это было очень некрасиво, как это все произошло. То есть я не могу сказать, что это люди берут деньги, ложат себя в карман. Я этого сказать не могу. Но я, чтобы так не говорить, и чтобы все остальные не говорили, надо было после этого предоставить отчет. Да, после этого уже начались в сети выкладываться какие-то отчеты. То есть после этого началось что-то делать, то есть показывать и более правильно. Может быть, это именно огрехи того, что люди не хотели, ну, считали себя. А знаете, кто ты такой, я вот царь. То есть вот, может быть, из-за этого так произошло. То есть я не могу обвинять, что они там крали деньги. Ну, я видел то, что видел. Как бы оценить должны сами люди. Андрей, в этой студии мы представляем различные точки зрения. И на ту тему, о которой мы сегодня говорим и общаемся. И смотрите, вот я сейчас между строк, если можно так говорить, у вас услышал то, что, ну, все вот эти негаразды, как говорят по-украински, да, они-то влияют пагубно на общую оценку деятельности Одесского Евромайдана. И люди вот начинают задумываться. Я к чему? Много появилось людей, которые собирают на нужды армии. И вы знаете, особенно там с деньгами как-то много вопросов возникает. Ну, столько активистов развелось, причем две трети из них, ни вы, ни я, ну, наверное, просто не знаю. Да, хочется спросить, где они были в январе, там, ну, что касается Майдана, в феврале, даже в марте, в апреле. Есть ли сегодня возможность все-таки прийти к общему знаменателю? Ну, давайте говорить, если не помириться, то, ну, приостановить свои какие-то там, ну, не распри, а разговоры о том, что кто-то что-то не доделал, кто-то менее прозрачно поступил. Или все-таки надо ситуацию вынести еще раз на городское обсуждение? Нет, как раз нет. Сейчас именно происходит действительно более объединение. То есть все-таки мы приходим... Это на фоне событий на Востоке, наверное, или не только? Ну, нет, просто, ну, начинаем как-то взаимодействовать больше. То есть после скандалов обычно идет примирение. После любого скандала будет примирение. То есть начинаем общаться. То есть все зависит от того, общаются люди или нет. Если люди общаются, они договариваются. Если нет, то нет. Поэтому я считаю, что все-таки Евромайдан пошел в объединение. То есть сейчас вот создан координационный... То есть вот та ситуация, которую мы сегодня вспоминаем, и я на этом поставил на данном этапе точку, а я объясню потом свои мысли. Сегодня вы приходите к тому, что все, забыли, старый, давайте разговаривать, давайте делать что-то общее, так как это было два месяца назад. Именно так я считаю, да, абсолютно. То есть именно так я считаю, что давайте делать все это вместе. Просто давайте как-то будем более открыты, и у нас получится больше. То есть если вы заинтересованы, чтобы что-то изменилось, мы объединяемся. То есть если ты сейчас со мной не объединяешься, значит ты враг. Ну я прямо могу сказать. Если твоя организация кричит, что она там поддерживает Евромайдан, при этом она не хочет объединяться со мной или с другими организациями, ну можно самому делать выводы. Хорошо, давайте задам вопрос, может быть, более конкретно, без обтекаемости, Николи. Сегодня вы, Андрей Киреев, как один из активистов Евромайдана, один из тех людей, кто начал поднимать вопросы о честности, прозрачности, использовании тех средств, которые одесситы собирали, я хочу подчеркнуть, не на конкретных людей, а на оборону города. В тот момент это было архив важно, в этом только мы убеждаемся каждый день. Сегодня вы в каких отношениях находитесь с Русланом Форостяком, с Марком Гордиенко, с Радой Громадской и Беспокой? Посмотрите, прямо скажу вам, с Марком Гордиенко, я с ним не общаюсь. У меня есть свои причины, почему я с ним не общаюсь. С Форостяком я общаюсь, да, я с ним общаюсь, но у нас нет дружеских отношений, у нас чисто деловые отношения. Давайте так, если это не коммерческая тайна, деловые отношения, в чем они заключаются? Я, конечно же, говорю о сфере, которая называется Евромайдан, города Одесса. Смотрите, я, кроме того, что активист Евромайдана, я еще заместитель громадского формования по охране правопорядка. Называется Одесская самооборона. То есть заместили головы. Руслан Хоростяк, вот, пару дней назад, его организация, Рады Громадской Беспеки, оплатила учебу наших десяти людей, которые поехали в лагерь и три дня их там учили. То есть это 16 тысяч гривен за три дня. То есть он сам позвонил, он сам предложил, то есть я не отказался. Поэтому вот, как бы, так. Вы знаете, Андрей, ну, много лет уже в журналистике, я всегда переживаю, когда иду в прямой эфир, знают, это Одессит, и, может, не так видно, как кому-то хотелось, но не об этом речь. Вы знаете, я все-таки думал, что наш разговор пойдет немножко по-другому. Он пошел именно по-другому, я рад. Рад, потому что сейчас я вижу, что несмотря на те разговоры, которые были и в соцсетях, и с экранов телевизора, и в городе там кулуара, как всегда, знаете, на кухне шумят, вы все-таки приходите опять к общему, да? Сегодня есть общая беда, и ее надо отбивать от своих ворот вместе. Скажите, пожалуйста, вот вы говорите об учебе. Я сейчас об одесской самообороне. Ваши ребята участвуют в событиях на востоке страны? В законных военных формированиях или нет? К чему вы готовитесь? К чему это учеба? Учеба? Как к чему? Ну, мало ли, что может произойти. Мы вообще занимаемся, наша организация, вот которую я представляю, занимается конкретно охраной правопорядкой, это державного кордона. То есть мы готовимся ко всему, но мы не собираемся ехать туда сейчас. Этих людей готовят в ростях, которые едут в батальон Одессы и все такое. То есть мы хотим пока что навести порядок в городе, потому что мы считаем, что кроме того, что воевать там, надо все-таки здесь заниматься. Здесь очень много вопросов, которые люди забывают, потому что кроме стрельбы еще надо здесь. Ну, кстати, события Донецке и Луганске, они показали, да, когда милиция самоустранилась от охраны правопорядка, то, что должна была выполнять, и к чему это все привело. Насколько сегодня ваши формирования готовы к этому? Насколько люди, я не говорю о физической, тактической, там, огневой подготовке, я говорю о морально-психологическом состоянии, насколько они сегодня готовы вовремя выйти на улицы Одессы и защитить город от бандитов? Смотрите, у нас организация, мы не платим деньги, у нас нет зарплаты, то есть у нас ничего этого нет. Ну, громадская. Да, тем не менее, люди готовы, тем не менее, мы ездим на сборы, маршируем, говорим, то есть мы в процессе становления. Рада громадской обеспеки, она несколько раньше начала это делать, поэтому у них более все скоординировано. Мы только как бы учимся координировать, то есть поэтому мы готовы. Андрей, и вопрос уже, может быть, личностного характера, не секрет, что тем людям, которые активно себя показали на Майдане, Одесском, не только Одесском, понятно, и в тех событиях, которые были в городе уже на протяжении этих нескольких месяцев, им угрожали. Кому-то звонят по телефону, кому-то сжигают, бьют машины, не без этого. Одно дело, когда это послание приходит из Москвы. Ну, нет, наболевшая тема, сегодня вот такой спич получил от бывших однокашников, кстати, Александр Анатольевич Остапенко, депутат Горсовета тоже своих однополчан такое получает. Но не об этом. Вам угрожали, и останавливает ли вас это сегодня? Ведь тоже есть дети, есть семья, есть собственная безопасность. Мне лично угрожали только в сети. То есть так по телефону не угрожали. Поймали один раз, отлупили чуть-чуть, но дальше этого не пошло. Ну, может, одумаешься, Андрей, остановишься. Да ну его, вашу самооборону, вашу одессу. Да, уже останавливаться нельзя, вы же понимаете, уже нельзя останавливаться. Как кто, если не я, как говорится. Останавливаться нельзя. Это о наших солдатах, которые накануне освободили несколько городов. Славянск, Краматорск, Артемовск, Константиновка. Давайте посмотрим, как украинское знамя водружали в Славянске. Я без комментариев не хочу заниматься ура-патриотизмом, вам этого не советую. Ну, посмотрите, как все это было. В этой войне мы победим. Но хотелось бы, чтобы мы убрали разруху в головах тех людей, которые там сегодня встречают наши войска на востоке страны. Там очень много работы. Давайте, буквально, одна минутка. Славянск, государственный флаг Украины. Наш флаг на украинской территории над Украинским горсоветом Славянска. Ребята, флаг с Майдана. Флаг, флаг! Слева, слева! Слева, слева, слева. Слева, 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 слева. Слева, слева, слева. Слева, слева, слева. Вы все видели сами. Вот там вторая половина этого сюжета, без комментариев сюжета. Как я и обещал, вы видели противотанковые комплексы ПТРК. Называются они «Спайк», они польского производства. Изготавливают их у наших соседей, Государственный оборонный завод Республики Польша, МЭСКО. Так вот, насчет этого вооружения, очень интересная история. Именно вот эти ПТРК, они похожи на ПТРК, ПТРК, российская армия отобрала у Грузии в конфликте 2008 года. Вот так они оказались на территории Украины. Без комментариев, выводы делайте сами. А, кстати, еще интересный момент. Бывшему народному депутату Украины Олегу Цареву запретили въезд на территорию Российской Федерации. Это не признанный никем, но битый в Николаеве, в Одессе, лидер некой такой Новороссии непонятной, которую они хотели создавать. Знаете, на чем попался? На краже. Знаете, сколько украл? Это для сторонников Новороссии. 40 миллионов. Об этом, кстати, заявляем не мы, а заявляют россияне. Директор Института исследований развития восточноевропейских стран Андрей Истевич на сайте института говорит о том, что Царево обогатился на 40 миллионов. Эти деньги как раз и были предназначены жителям Донбасса, частично для сепаратистов, но отнюдь, понятное дело, не должны были идти на нужды Царева. Кто узнал первым об этой ситуации? Человек, которого разыскивает наша милиция и генпрокуратура. Советник Путина Сергей Глазев. И он доложил о растрате этих денежных средств Путину. Вот теперь команда Путина на то, чтобы Царева найти. Я надеюсь, что это все-таки правда. В интернете мало чего можно встретить. Но сошлюсь еще раз на Институт восточноевропейских стран. Институт исследования развития этих стран. Андрей, у нас заканчивается время эфира. Буквально одна минута. Будут ли у нас тревожные события августа 2014 года, как кто-то пытается нам тут обещать? Давайте без паники. Ваши ощущения и предчувствия. Очень много слухов. Но лично я живу, что я готовлюсь. Хочешь мира, готовься к войне. Я так считаю. Давайте так. Мне хочется, чтобы и ни в июле, ни в августе, ни в последующие месяцы и годы информационное агентство ОБС, одна бабка сказала, никогда не наводило панику на жителей славного города-героя Одесса. Все будет хорошо. Действительно, все будет хорошо. По-другому быть не может. А сейчас, через 20 минут, в этой студии временные переселенцы с Донбасса. В нашей студии все расскажут так, как там происходит в Донецкой и Луганской областях сами. Спасибо. Андрей Киреев, активист Одесского Евромайдана. Увидимся в прямом эфире.